Существуют различные виды парфюмерных изделий. Нишевая парфюмерия – это парфюмерия не для широкой аудитории. Где же покупать нишевую парфюмерию, держать руку на пульсе и понимать, что сейчас в тренде, что сейчас в моде? Приветствую! Меня зовут Валерия Нестерова и на своем канале я рассказываю о парфюмерии. В этом видео хочу рассказать про нишевую парфюмерию, что такое парфюмерия, не для всех и где ее искать. Как вы знаете, существуют различные виды парфюмерных изделий на современном парфюмерном рынке. Допустим, это парфюмерия сегмента или класса люкс. Это такие бренды, как Герлен, Лакост, Эскада, Шанель, Диор и так далее. В основном все те бренды, за которыми стоят дизайнерские дома и которые, помимо всего прочего, выпускают линейку парфюмерных или туалетных вод. Это сегмент класса люкс. Все другое, все, что отличается от сегмента класса люкс, я сейчас масс-маркет не затрагиваю парфюмерию и сетевую парфюмерию тоже не затрагиваю. В общем, все остальное, это является либо селективной, либо нишевой парфюмерией. То есть, нишевая парфюмерия, это парфюмерия не для широкой аудитории. Она, как правило, имеет специфическую пирамиду, структуру, раскрытие аромата, сложность. И селективная парфюмерия, это парфюмерия в значении слова селектив отборный. То есть, также достаточно дорогая парфюмерная история, которая исполняется из отборного парфюмерного сырья. И, как правило, она исходит из сегмента люксовой парфюмерии. Так вот, касаемо нишевой парфюмерии, да, это парфюмерия, ориентированная не на массовый вкус. И, как правило, за созданием такой категории продукции состоит парфюмер или какой-то такой очень узкий, небольшой нишевый парфюмерный бренд. Примеры нишевой парфюмерии, допустим, Карнер Барселона бренд. Это парфюмерия Лаш, бренда Лаш, это Liquid Imagineries, это The House of Oud, да, такие красивенькие флакончики, да, нишевая парфюмерия. Это Джульетта с пистолетом, Джульетт Хезеган, также являются представителями нишевой парфюмерии. На самом деле, наверное, все многообразие и самые интересные и красивые аккорды сейчас представлены в сегменте нишевой парфюмерии. И это те бренды, которые у всех на слуху. Это Курк Джан, это Экс Нихила, это Тициана Терензи и так далее. Их очень много. Где же покупать нишевую парфюмерию? Я советую только, конечно же, в проверенных источниках. А что это может быть? Это сетевые магазины парфюмерии, достаточно большие крупные сети, такие как Литуаль, Ревгош, Ильдеботе, Иллисифара, Дуглас. В общем, те сети, которые дорожат своей репутацией и не могут себе позволить подделку продавать. Здесь просто нужно быть внимательным и покупать именно в крупных магазинах. Не история, когда идет франшизы, а именно когда идет сам брендовый магазин от сети. Также интернет-магазины имеются у данных брендов. И, в принципе, там тоже продаются оригинальные парфюмерии. И сегмент нишевой парфюмерии там достаточно хорошо представлен. Золотое яблоко, кстати, еще забыла сказать. Где еще можно купить нишевую парфюмерию? Можно обратиться к специализированные точки, такие как в Инстаграм-аккаунты, магазинчики, которые занимаются разливом или распивом нишевой селективной парфюмерии. Там можно сэкономить ваш бюджет и приобрести флакончик нишевого аромата, не полноразмерный, а, допустим, миниатюрку или пробник или отливант в меньшем размере. Тем самым не инвестируя, допустим, 10-15 тысяч рублей за флакончик, а приобрести, допустим, такую вот маленькую 5-миллилитровую атомайзер, флакончик парфюма, попробовать его поносить на себе и сделать вывод о том, насколько подойдет вам такой парфюм или нет. Тем самым экономив свой бюджет. И таким образом можно перепробовать огромное количество парфюмерных нишевых брендов и, в принципе, держать руку на пульсе и понимать, что сейчас в тренде, что сейчас в моде, какие сейчас ароматы на слуху, и испробовать вот это все многообразие парфюмерных, альфакторных ощущений на себе. Поэтому советую вам экспериментировать, особенно с категорией нишевой парфюмерии, потому что действительно очень много очень вкусных ароматов. И я уверена, что вы, изучив определенное количество ароматов, подберете для себя не только один подходящий парфюм, но и составите целый парфюмерный гардероб. На этом все. Надеюсь, вам видео было интересным, полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео.